Не хотел бы сказать, что Галина Николаевна, вы не права по поводу Горелик Евгения, которая как раз на южной промзоне проживает в этом доме. Да, вы абсолютно правы, она согласилась с всё. Но сегодня помещение муниципальное, в котором она проживает, оно санитарным нормам, вообще любимым человеческим нормам, не соответствует. Поэтому я бы взывал к администрации, больше, наверное, к руководителю администрации, чтобы найти вариант девушки, которая сегодня и на Первом канале была, и прокурор там занимался, какие-то предписания выдали. Вот мы что-то там химичим, химичим прокурор выдал заниматься управляющей компанией, для того, чтобы управляющая компания из этого дома за копейки, да, которые она собирает, да, сделали из него конфетку, чтобы на ней можно было жить. Вообще нужно по этому дому какие-то ключевые решения принимать, но они тоже в рамках бюджета города не реализуют. Найдите, пожалуйста, решение. Ну вот смотрите, когда эта квартира предоставлялась, да, она соответствовала всем техническим нормам, само жилое помещение. Я не знаю, какое оно на сегодня, да, с учетом, у нас бывает, что получают квартиру, потом они там год поживут, собачка пожила, сами пожили, погуляли, заходили в двери, выходили в окна, и такое было, и обратно, из числа детей-сирот. И такие ситуации были, то есть когда она его получала, 40 квадратов, оно было чистым, обрядным, значит, все там необходимое было оборудовано. Прокуратура туда тоже, и следственный комитет, и прокуратура, кстати, Горелик ни разу не обратилась в орган местного самоуправления, сразу поехала к господину Гордону, да, исходя из этого пошли все вот эти разборки. Поэтому предоставить ей другое помещение можно только на основании решения суда, да, если данное жилое помещение будет каким-то образом доказано, что оно на момент предоставления имело какие-то грубые технические недостатки. Ну, вы, вот говорю, ради всего человеческого, потому что на самом деле, ну что она понимала, девчонка дома, сказать? Она была не одна, когда она осматривала жилое помещение, она была со своей сестрой и ее молодым человеком. А мы все можем говорить, вы знаете, где там дом находится? Ее же никто не заставлял туда сидеть. Евгений Валерьевич, подтвердите, что там за дом. Жить в нем можно или нет? Вот так, положа руку на сердце. Дом проблемный. Дом очень сложный, более того, та управляющая компания, которая управляла, по моим сведениям, она уже отказалась фактически от этого дома. С первого, я так понимаю, февраля должна другая приступить, я пока не сказали. Ну, они проводят собрание собственников. И контактов я не нашел. И я действительно с этим домом, там тетя Валя у меня, там еще жители, с которыми мы общаемся, бывает днем и вечером. Я действительно хожу туда, да, и не только хожу, вот. Постоянно это откачка из подвала септик, это раз, да. Второе, действительно, очень своеобразное состояние самого этого общежития. Сбор в 48%. При том, что самый минимальный сбор, который дает управляющей компании какую-то рентабельность, это 85%, да, но всех стремятся к 95%, насколько я разговаривал с представителями управляющей компании. Там люди сдают 48%. Ну, вы понимаете, да, то есть... Проблема не в жилом помещении, а проблема в общем имуществе данного дома. Вопрос довольно серьезный. Как решать его? Давайте вот сейчас вот смоделируем в Галинкаре. То есть ей надо, по сути дела, обратиться в суд и доказать, что на момент предоставления жилого помещения оно не... Там в ее интересах прокуратура уже занималась и выходила с осмотрами и запрашивала и анализировала информацию, и следственный комитет опрашивал всех от опеки до комитета. Я хотел бы выработать тут, по большому счету, совместное решение, которое позволило бы вот лично для нее проблему решить. Для всего дома мы проблему не решим. Если даже мы его признаем аварийным, сегодня поставим в реестр, в конце 21 века расселим, все хорошо, задачу сделали. Но решать надо сегодня. В принципе, она хваталась за любую соломину, это всем понятно. И сейчас даже, чтобы пойти в суд и спорить с таким монстром, как администрация, да, нужны деньги на экспертизу, на представителя в суде и так далее. Да монстра давно нет. Этот бедный орган местного самоуправления тыкают носом во все места, все кому не лень. У нас, я говорю, за 30 дней, 39 прокурорских запросов, не считая выходных и выездных промерок и всего остального, это только в комитет, не считая кого-то другого. Работа это уже, по сути, после работы, а в течение работы только вот эти ворохи, в том числе и по Горелик и по всем остальным. Если бы с ней было решено, сразу вопрос. Валерий Викторович, подождите, в любом случае, ей уже самой никуда ходить не надо. В ее интересах занимается прокурор, они однозначно выйдут в суд и будут принимать решения. Поэтому протокол занесем, безусловно. Прокуратура занимается по нашим запросам. Ну я говорю, ну сколько их? Нет, нет, она в случае... По запросу Горелик, по запросу Горелик она занимается. Конечно, в данном случае. Я говорю, что вы хотите писать их дальше, если они все равно, почему не приводят? Нет, почему решение суда? Но они же принимают, есть основания выходить с иском в суд или нет? Нет. Вот если про нашего прокурора говорить, то нет. Он формально к вопросу подходит. Он на нас ответствовал, она согласилась. Формально все. Хорошо. Все дело закрыто. Протокол пропишем. Вопрос этот не оставляем. Держим его на контроле. Все, ладно, спасибо. Все, идем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...